Необычная запись появилась на сайте Кремля в череде телефонных разговоров Владимира Путина с президентом Нии Нистью, президентом Макроном, премьером Джонсоном. Есть и звонок Татьяне Троценко. Это школьница из Ставропольского края, чью мечту, с ёлки желаний, исполнил президент. Ей организовали билет на балет «Лебединое озеро» в Петербурге, но президент предложил посмотреть спектакль еще раз, теперь в Москве. Зачем? Узнал Романыш Мухаммедов. Таня никогда не видела парадных анфилат и галерей Эрмитажа, и эта поездка в Петербург стала для нее по-настоящему сказочной. Накануне, благодаря Владимиру Путину, исполнилась ее главная мечта. Она увидела «Лебединое озеро» в Мариинском театре. Президент поинтересовался впечатлениями. Танечка, привет. Как твой поход в театр? А все отлично. А то не только смотрел спектакль. Тебе еще экскурсию сделали по театру, да? Да, у меня была экскурсия, мы ходили за кулисы, смотрели оркестровую яму. А ведь когда писала на елку желание, не верила, что мечта сбудется. Страшный диагноз уже как год разделил жизнь на до и после. В Петербург девочка приезжает на лечение. В начале декабря вместе с мамой садилась в поезд, чтобы отправиться на очередной курс химиотерапии в Северной столице. Тогда-то и узнали. Желание исполнится. Вы не просто подарили ребенку, исполнили его желание. Вы просто подарили нам надежду, что это как знак хороший, что все будет хорошо. Моменты, которые останутся в памяти навсегда. В Мариинском театре пели Стравинский и Шаляпин, танцевали Кшесинская и Павлова. В этих стенах, кажется, живет сама история русской культуры. И Таня смогла к ней прикоснуться. Театр был построен в середине 19 века. В 1860 году его открыли при проведении императора Александра II. Уникальная возможность посидеть в пустом портере, рассмотреть богато украшенные бельеташи, ложи, а потом, подняв глаза, восхититься 12 нимфами, изображенными на потолке и ажурной люстрой весом 2,5 тонны с двумя сотнями ламп. А представьте, если перегорит одна. Если она перегорает, то ее, конечно, меняют, а она на лебедках. Для театра, в репертуаре которого 100 опер и почти столько же балетов, одного здания, конечно, мало. Экскурсия продолжилась и на новой сцене, за кулисами, в костюмерной. Об этом девочка рассказала президенту. О таком важном и нужном для нее звонке она точно никогда не забудет. Он там еще в конце сказал, обнимаю тебя. Да, это самое приятное, наверное. Чудеса на этом не закончились. Президент предложил Тане приехать в Москву и посмотреть шоу на льду по мотивам любимого балета «Лебединое озеро». На этот раз к Тане присоединятся еще братья и отец. Праздник будет по-настоящему семейным и сказочным. Поэтому и уезжала Таня из Петербурга такая радостная и счастливая. Роман Шухаметов, Александр Морозов. Известия. Специально для... Специально для всех вас интересны.